Я никогда бы не подумал, что к своему 27 годам я стану преступником и вынужден буду скрываться в милиции. Меня зовут Женя, мне 27, я программист, белорусский айтишник. Меня, как и десятки тысяч других белорусов, осудили по статье 23.34. 9 августа, после того, как мы узнали предварительные итоги голосования, и вообще, после того, как мы увидели все эти нарушения, которые происходили на участках, весь этот беспредел, мы вышли на улицу вечером. Народ вышел и собрался возле стелы. Тут были тысячи людей, которые вышли выразить свой протест в знак несогласия с результатами выборов, которые нарисовался Лукашенко. Сюда приехало огромное количество милиции, ОМОНа и других спецслужб. И в определенный момент здесь просто начались боевые действия. Здесь взрывались гранаты, здесь расстреливали людей прямо из автоматов. Где-то тут я тоже должен быть. Так, вот, да, это я. Вот я себя нашел. Вот, вот, это я был. Блин, офигеть, офигеть. Вот я ожидал. У меня прямо на руках пищи, потому что я не стал идти с уходом. Когда они на нас побежали, было довольно страшно. Да, вот мой рюкзак красный. Где-то я отточки потерял. Побежали, начали просто избивать, разбивать дубинками, кулаками мне ударили по лицу. После этого удара я уже плохо соображал. В общем, нас затащили в автозак, бросили. Били дубинками в автозаке, когда тебя забрасываются, бьют и кричат, беги вон туда, в дальний угол. Нам не давали звонить, нам не давали даже шевелиться, потому что если бы шевелиться, тебе прилетит дубинка, либо тебе залют просто лицо газом. Давали команду газом, делали против газа и заливали весь автозак. Все кашляли. В один момент закинули мужчину, который говорил, что у него ребенок там остался. Он говорил, что у этого ребенка у него больше нет, то они вдвоем были. Это было около, я не знаю, 12 ночи. То есть на улице в это время гамели взрывы, стреляли по людям резиновыми пулями из автоматов. Мужчину, конечно же, не выпустили. Были люди, которые били по голове дубинками, у них потом эпилептические припадки начинались. Был человек, который много разрывал гранаты, у него были от карманы раны и много было крови. Нас привезли на крестник, я еще не знал, где я нахожусь. Когда нас начали погружать, нам сказали, беги вот к той стене, и мы бежали через коридор. Коридор дубинок, потому что стоят здоровые ампалы, ампалы с дубинами не молотят, каждого, кто идет в этот коридор. Они состревали людей, волочками по лицам красили людей и все. Там у меня был желтый цвет, красный и черный. А что мне это можно убивать до спустя? Ну, я так понял, в легкую группу. Основно по спине, по плечам били, по шее, били по ногам, по пяткам. Заставили на колени, на человека, били по пяткам, что-то был более. На окрестную гружали, даже населывали дубинками. Меня-то не коснулось, к счастью. А мне тогда здорово попало по шее, у меня потому что я болел все это время. Я даже делал рентгенство. У нас окно выходило внутри дворьки, ночью приводили людей других. Их просто вывозили, выгружали, просто избивали. Вот в внутренней дворике жестоко, сильно избивали людей, кричали от боли. В один момент там под утро уже привезли какую-то порцию людей. Они стояли часов в пять просто в внутреннем дворе. Ну, мы там в окошко подричали, мы в Доларусь подержали. В камере нас было человек 15, да, примерно. Было всего 6 мест в спальне. Ну, я не говорю кровати, потому что это были просто такие, ну, доски, можно сказать. То есть, не матрас, ничего не было. Двое суток нас не корнили вообще. Мы решили бунтовать. Мы выдвигаем такой ультиматум, мол, у нас есть несколько требований позвонить, получить еды, чтобы нам дали протокол. Ну, что сказать, они объявили тревогу. Они собрали всех, 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 кто был в этом ИВСе, опять выстроили коридор из дубинок. И по очереди открывали камеры и заставляли людей бежать через дубинки на первый этаж. Там всех ставили на колени и сбивали. Жестокий пиварь за то, что люди требовали еды. И таким же образом за камеру. Вот мы были вторые по счету. Потом был суд, называть мою фамилию, я выхожу, думаю, сейчас буду отпускать. Но нет, меня завели там в соседнюю камеру, там уже судья сидел секретарем. И в камере еще была кроклетка, метр-минетра, со стульчиком. Вот меня туда завели, закрыли, и суд начался. Это, конечно, не тот суд, который был в демократических странах. Это судилище, потому что, ну, поставь формальность. Один момент меня спросили, хочу ли я адвоката. Я сказал, я хочу адвоката, судья привела к какому-то человеку. Этот человек подошел ко мне, иначе он у меня неезжает. Кричит, ты что, забыл, что ты творил? Мне что, тебя защитить? Меня посудили по статье 23.34, часть 1, и дали мне 15 суток. 15 суток, за что я вообще не понимала, при каких обстоятельствах его забрали? Где его забрали? За что его забрали? Ну, такое впечатление, что как бы наказывают и родителей, и близких, ну, вот этим просто незнанием этого судьбы людей. Поехали на Крестино. Народом очень, ну, они кричали, и фашисты. Отпустите наши детей. Ничего не могла кричать. Мне душили слезы, просто смотрела на казаки, рыдала. И, помимо всего, скорая. Туда-сюда, туда-сюда. Скорая выезжает оттуда, и все, эта толпа бросается, и останавливает скорая, и спрашивает фамилии. Потом следом еще одна скорая. Потом следом реанимация. Ну, что, я просто, мы там все были, как говорится, в ужасе, и всяких историй там наслушались. Я говорю, можно узнать, вот, Соболев Евгений Александрович. Они мне говорят, есть такой. Я думаю, слава богу, живой на месте. Я вышел, меня встретила мама. Очень извинилась перед ней за то, что доставила такое беспокойство. Она сказала, нет, ты все правильно сделал, не виноват. Это вот этот усатый урод, вот он во всем виноват. Это он все устроил. Я боялась, что оно так и будет. Я говорила, ну, типа, будет война, но что так будут издеваться над народом, я не могла представить. Ехали мы в машине, я смотрю по всем городу стоят девушки в белом с цветами. Это так удивительно было для меня, что я там чуть не расплакался. Я думаю, неужели уже все, новый Беларусь. Я не ожидал абсолютно, что страна вот так поднимется. Я думаю, что задают просто силы протеста и все, ничего не останется, а тут такое. В Новом году у нас прошает город, и на одной из ветра появился такой дномик. У него на лестке написано желание, и одно желание было свобода. Через несколько дней это слово убрали, вырезали. Ну, просто потому, что в Беларуси свобода под запретом. Я живу и понимаю, что вот я могу выйти на улицу, и выйду за углом черные ребята, и просто задержат меня опять в тюрьму. После августа меня сдерживали еще два раза, но в последний раз я вышел уже в битевский митинг. Меня там практически сразу задержали и отправили в группу ВВС. Я там сидел про суток до суда, так сказать. Когда нас задерживали по интернету, там какие-то ошибки были, протоколе выполняют доработку, и, ну, может, через недельку или еще через сколько там я вызвал. Я, конечно, не пойду, сидеть в тюрьме больше не хочу, я буду в подполе, так сказать, скрываться. Я живу в Бразей, в Минске у меня работают, я сейчас работаю в Милдаленке, но иногда мне приходится бывать в Минске, я езжу на поезде. Мы находимся на станции метро Пушкинска, и это место, где был убит первый человек на протестах. Это произошло 10 августа, Александр Трояковский, подняв руки, подошел к силовикам, однако те его просто расстреляли. На месте гибели Трояковского возник стихийный мемориал, который люди поддерживали в течение многих дней, и именно за поддержание мемориала, за надпись на асфальте осудили двух людей, на полтора и на два с половиной года. Власть любыми способами пытается нам закрыть рот, однако люди выражают свой протест вот такими надписями. Живет судон, это значит, живет Беларусь. Это наш лозунг. В 21 веке, казалось бы, в Европе людей избивают, калечат и убивают просто за то, что они хотят изменить свою жизнь к лучшему. Избивают и убивают государство. Президент, который не собирается уходить, потому что ему нравится, потому что у него есть деньги, у него есть власть, и ради денег и власти убить тысячи и избить тысячи людей, для него не проблема. Я считаю, что это фашизм, очередной раз человечество с ним столкнулось и должно от него избавиться.